Всем привет, это интервью на канале Civilnet, я ее ведущий Аршалус Мигдесян. Мы находимся в Тбилиси, у меня в гостях американский историк армянского происхождения, почетный профессор политологии и истории Мичиганского и Чикагского университетов Рональд Григорсюни. Приветствую вас. Спасибо. Профессор, спасибо за такую, за эту возможность. Скажите, пожалуйста, давайте мы с вами начнем интервью, поговорим с вами сначала о глобальных вещах, война в Украине, роль влияния России на постсоветском пространстве, потом уже начнем говорить о конкретно странах, в данном случае в нашем регионе, и как развиваются данные страны внутри себя сейчас. Тогда начнем с украинской войны. Уже два с половиной года практически война идет, довольно жесткая, довольно кровопролитная война на территории постсоветского пространства, в данном случае на территории Украины. Как изменила эта война постсоветского пространства, и как изменила роль и влияние России на постсоветском пространстве? Знаете, вот это насчетствие России в Украине, я думаю, уже русская элита и Путин сам понимают, что это была большая ошибка. Но уже они там, они уже в грозе украинности. И они даже страдали от поражения под Киевом. И это длинная война, кровопролитная война. И я думаю, что сейчас Путин хотел бы, но не может выйти из этой ситуации. Ну, посмотрим, что будет. Потому что я тоже думаю, что Запад, особенно Америка, не хочет дать возможность Путина выйти из этой ситуации. Это им выгодно. Точно. Это первое. Второе, конечно, эта война ослабляет Россию. Россию, ее влияние в мире, влияние в Европе, в районе. И смотрите, что случилось на Кавказе. Что во время Карабаха, во второй Казбакской войне, Россия не помогала, самый верный союзник Армении. И почти вот выходили оттуда и дали более влияние Турции и Азербайджана. И мир смотрит на это. И другие постсоветские государства смотрят. И знают, что ага, смотрите, какая это стратегия России не защищать верного союзника. Понимаете? Поэтому я думаю, что Россия сама ослабляет себя. И это значит, что это большой поворот, международная ситуация в нашем районе, в Южный Кавказ и вообще в постсоветское пространство. Я так и считаю. В России это объясняют тем, что они не хотели открытия, так скажем, второго фронта, потому что у них была, если говорить о ситуации после войны в Украине, что у них была война в Украине, это самый главный фронт для них. А другие фронты, они не такие главные, не такие важные. Поэтому открытие второго фронта, тем более с Турцией и с Азербайджаном, это было бы катастрофично для самой Москвы. Так объясняют в России это. Свою пассивность на территории Армении или в регионе Южного Кавказа. Вы сказали, что в США тоже не хотят, чтобы Россия вышла из этой ситуации. Скажите, пожалуйста, сейчас США находятся в довольно шаткой ситуации, неясно, кто победит на ожидающихся президентских выборах. Действующий президент Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп. Да. По вашему мнению, как изменится политика США по отношению к России и к украинскому кризису после избрания одного из президентов? То есть, если Джо Байден будет, это означает продолжение нынешнего курса, а если Трамп будет, это означает сворачивание нынешнего курса. Точно. Да-да-да. Понимаете, вот все ждут сейчас результатов наших выборов. Потому что американский выбор влияет на весь мир, к сожалению. Вы не имеете голос, вы не можете голосовать, но все-таки, кто выиграет, влияет на вас тоже. Конечно, если, по-моему, я считаю себя прогрессивным человеком, левистом, но я думаю, что если Трамп выиграет, это будет катастрофа не только для Америки, не только для Армении, Грузии, но это будет для всего мира катастрофа. Да, я считаю. Но Россия, может быть, видит это, как, можно сказать, победа Трампа дает России новые возможности, может быть, выйти из катастрофы в Украине. Ну, посмотрим, да, потому что нельзя вот предсказать, какая политика у Трампа будет, потому что он не имеет вот такие определенные мнения. Он такой человек, который вот один день думает так, на другой день он думает вот иначе. Понимаете, у него нет, у него даже нет идеологии, нет стабильного мнения. У него интересные личные, семейные, богатые себя и семья и дает вот больше его друзьям и богатым в Америке, я так и считаю. Поэтому он, что будет, очень непредсказуемым. Нельзя вот сказать, что будет, если он выиграет. Но для нас, для мира, я считаю, это было бы плохо. Может быть, для Путина это был бы шанс выйти из войны. Я не уверен. А победа Джо Байдена, нынешнего президента, означает вот именно четкое продолжение нынешнего курса или там тоже будут корректировки, как вы думаете? Знаете, американская внешняя политика всегда связана с внутренней политикой. Потому что это демократическая страна, и надо выиграть популярность среди народов. Поэтому всегда это связано. Особенно политика, допустим, к Израилу и Палестину. Это вообще проблема внутренних дел больше, чем внешняя политика, к сожалению. И мы всегда поддерживаем Израила. И вы смотрите, что случается сейчас. Полугеноцид или полный геноцид в Газе. Если Байден выиграет в ноябре, я считаю, конечно, это будет продолжение нашей политики. Но как объяснить эту политику? Во-первых, американская политическая и внешняя политическая элита уверена, что это очень важно, что Америка стала навсегда первым в мире. Гегемон глобальный. Понимаете? И они думают, что мы неизбежная нация. Индиспенсибл нация. Исключительная нация. И исключительная, лучше сказать, да, хорошо, спасибо большое. Исключительная нация. То, что хорошо для Америки, это хорошо для всех. Понимаете? Это какая-то фантазия просто, понимаете? Даже, ну, представьте, что Китай, Россия, Индия, Южная Африка, думаю, что их интересная, как-то это магика просто, что все совпадает с интересами Америки. Поэтому они сделают то, что все, что нужно, чтобы вот это сохранить, это мощность, вот глобальная, я считаю, это глобальная гегемония. Ну, понимаете, вот история, это история изменения. Всегда, можно, да, изменения. Всегда меняет, меняет, меняет ситуации, вот контексты и баланс силы и все. И поэтому Америка должна думать, что будет, когда уже невозможно сохранить эту гегемонию. Уже Путин говорит об этом, и Китай говорит об этом, и Иран, и даже Индия, Индонезия, Южная Африка думает, что нужно вот, как мы говорим, multilateral, полицентричная система, да. Но Америка не очень думает. Я сегодня даже говорил с одним бывшим правительственным деятелем, и я сказал, они думают о будущем, и что будет, потому что Америка уже не может это сохранить, эту гегемонию. Я говорю, нет, не думают, в Вашингтоне не думают об этом. Просто они думают, как продолжать нашу позицию вверх всех других. Возвращаясь к России, Вы говорили, что Россия сама ослабляет сейчас себя, ввязываясь в войну в Украину, потом не поддерживая своих союзников, особенно Армению. Смотрите, в истории ведь Вы очень хорошо знаете, сколько было случаев, когда Россия распадалась, а потом собиралась. И российские историки, и российские политологи то же самое сейчас нам говорят, армянам, и не только, представителям нации на постсоветском пространстве, что не спешите делать выводы о том, что Россия уже слаба, и можно делать какие-то геополитические, искать геополитические альтернативы новых покровителей геополитических, и так далее. То есть двигаться в сторону Европы или там других центров силы. что Россия иногда распадается, иногда слабеет, а потом приходит в себя, центр усиливается и начинает распространять свое влияние по сторонам. На каком этапе сейчас находится в этом плане Россия? Она находится на этапе взлета или упадка? Это хороший вопрос очень. Во-первых, надо сказать, я не верю в закономерность истории. Я не верю, что вот такие изменения вот регулярно и законно он вот ходит так. Я не думаю. Страны развивают и иногда и чезают. Это может быть. Но для России, какая будущая Россия? Россия самая большая страна в мире. И Россия страдала всегда, потому что у них были плохие лидеры, плохие руководители. Ну, были иногда хорошие или хорошие и намеренные были. Допустим, Горбачев. Хороший человек, очень милый человек, но очень слабый человек. Он хотел делать все хорошо для России, для Советского Союза и хранит, и сохранит, сохранит Советский Союз. И что случилось? Он потерял вот страну, он разрушал вот Советский Союз. И это большая трагедия, я думаю, все-таки. Особенно в том момент, когда Советский Союз стал быть более демократическим, более западным, и распадался Советский Союз. Россия сейчас смотрит внутри и думает, что у нас особая цивилизация. Мы хотим сохранить эту цивилизацию. И это странно мне. Какая это цивилизация? Это поиск новой идентичности России. Да, 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 точно. Потому что уже советская идентичность исчезла. После распада Советского Союза в России начали сами двигаться в сторону Европы, что мы европейская нация, принимайте нам распространство, стертыми объятиями. Этого не случилось. И сейчас начали возникать какие-то новые столпы идентичности. С одной стороны, советская история, с другой стороны, имперская история. С третьей стороны, это некий симбиоз нынешней политики, геополитики и церкви. Какие-то ценности, исходящие из христианских, из Библии, из христианских постулатов и так далее. Это что? Это поиск новой идентичности? Я думаю, что это поиск новой идентичности, но это не действует хорошо. Это не работает, мне кажется. Потому что, во-первых, какая идентичность России сейчас? Если это националистическая, если это русофилическая или русификация какая-то, значит, что 20-25% населения не русские, не этнические русские. Это мультикультурная страна, надо считаться на этом. Это первое. И почему религиозные? Религиозные идентично, очень консервативные, не модерные, не современные. Понимаете? И Россия страдает от этого, Грузия страдает от этого, Армения меньше страдает от этого. Потому что это сложный вопрос. Лучше вы думайте. Я не буду говорить об этом. Но все-таки Путин ищет эту новую идентичность. И что он сделал? Он бросил советскую почти, советскую идентичность. Он ругает Ленина. И все такое. И коммунизм, и все. И что он нашел? Русская империя. Значит, царизм. И Екатерина, Великая Екатерина. Или Петр. Или такие вещи. И эта имперская политика уже, если вы серьезно думали так, потом будут ужасные результаты, как война в Украине. Это просто ведет Россию в тупик, мне кажется. Эта идентичность. А, поиск новый. Вот данная идентичность. Но это сейчас в российской идентичности очень слабая. Очень слабая. Давайте про идентичность. Как с этим в наших странах, в странах Южного Кавказа? Давайте начнем с Армении. Сейчас в Армении тоже ведь сложные изменения происходят или пытаются власти проводить эти изменения в плане идентичности. Армения потеряла Карабах, которая была, которая с 90-х годов определяла ее политическую идентичность страны. А сейчас власти идут по пути, можно сказать, разбивания мифов, так скажем, что, по их мнению, есть реальная Армения и есть историческая Армения. И нужно проводить водораздель между этими Армениями. Нужно отбросить все идеи и идеологии, которые относятся к старой Армении. И нужно перейти в новую реальную Армению, которая, по их мнению, совпадает с ее территорией, с ее реальной историей. И не нужно там, нужно вообще выдергивать из этой идентичности такие символы, как, например, Арарат, такие символы, как Карабахская война, первая победная и так далее. Что сейчас происходит в Армении в этом плане, в армянском обществе? Вы, хотя далеки от Армении территориально, но вы изучаете Армению в плане ее идентичности и в плане национальной идентичности. Поэтому я вам задаю этот вопрос. Это очень трудно. Очень хороший, но трудный вопрос. Отвечать очень трудно. Но я сказал бы, ну, как американский армянин, который живет далеко от Ерована, что я могу сказать? Во-первых, поражение в войне имеет результаты, имеет эффекты. Когда Армения потерял Карабахскую вторую, вторую Карабахскую войну, это имело большой шок и это большая потеря, потому что Карабах был армянский тысячами летом, годом, летом. Это очень трудно просто воспринимать. Понимаете? Но это имеет эффект, имеет результат. результат. И что позитивнее можно сказать? Очень трудно. Но может быть, во время поражения, я думаю, о российской истории, после Крымской войны, или после Первой мировой войны, может быть, это момент, когда народ и нации и правительство могут передумать, сидеть спокойно и передумать, кто мы. Переосмыслить, да? Да, переосмыслить, да, переосмыслить. Какие у нас возможные будущие, да? Это маленькая страна. Это страна, которая хочет стать известным и богатым, и стабильным, и спокойным. Я думаю, что у армян было достаточно конфликтов и достаточно войн. Лучше жить хорошо. И даже когда я ходил вот в этой неделе, последней неделе по улицам Еревана, я вижу, что люди живут, пьют, покупают и играют с детьми и они хотят, по-моему, может быть, я ошибаюсь, жить нормальным. Какие у армян самые лучшие черты и ценности. Во-первых, они самые демократические на Южном Кавказе. Они голосовали за демократию после того, как их правительство проиграло войну. Это может быть первый раз в истории, нет, не первый раз, я уверен, что есть другие примеры, но все-таки это значит, что мы предпочитаем демократию, чем эти бывшие мафиози, которые руководили Армению. Понимаете? Это я считаю, это победа демократии, это победа Армении. А может быть именно это... Скорее, это была победа антирейтингов. Да. Люди просто не хотели возвращения беженых властей. Да. Ну, конечно, в истории выборы очень трагические. Очень часто нет хороших выборов. Но все-таки они выбрали более демократические результаты. Я считаю, это что-то показывает, что у армян. Но, может быть, я ошибаюсь, потому что я не живу в Армении, и я читаю то, что я могу читать, и говорить с моими друзьями, но все-таки вот это было мое самое сильное впечатление. Ясно. Вот данное изменение политической идентичности Армении, Армян, чему это может привести? Это приведет к тому, что мы будем, так скажем, знать свою меру и смириться с этим и жить в соответствии с нашими возможностями, или это может привести к возникновению неких новых национальных комплексов, я не знаю. понимаете, вот эта потеря Карабаха, это, конечно, ужасно для армянского психологии, но все-таки может быть сейчас армяне будут более реалистические. Понимаете, это трудно сказать, но я буду честно сказать то, что я думаю. вот армяне во время, после первой Карабахской войны имели фантазии и мечты, что Армения может быть империя какая-то, мы можем быть новой Израэль и завоевать вот эту территорию, не только Карабах, но Келбаджар, Лачин и другие места, и там мы будем вот пригласить наш народ и будем и тогда в будущем будет Большой Армении. Это называется империалистические гордости. Комплекс Тиграна Великого Большой Армении. imperial overreach, как можно сказать overreach. Они хотели больше, чем у них была возможность сделать. И как-то не заметили, что во время это 20-25 лет Азербайджан обогатился, у них было больше вот милитаризации все, у них было сильнее союзники Турции, даже Израила. И Армения потом было вот это поражение, потом было это поражение. И может быть армяне из-за этой потери, из-за этой трудной, трагической урока понимают, что надо думать, как мы можем, как маленькая страна жить лучше, спокойно и делать то, чтобы мы стали важным в мире. Понимаете, есть маленькие страны, как Сингапур, которые не имело много, но все-таки они переосмыслили и они нашли дорогу. И вот это важно, что Армения думает, как мы можем жить так, как стабильная, демократическая страна, которая будет пример для всех остальных постсоветских республик. Понятно, но Армения не в вакууме живет, Армения живет в соседстве с такой страной, как Азербайджан. Да. Как обстоят... У нас нехорошие соседы, да. Как обстоят с этим дела в Азербайджане? Я имею в виду, какая там идентичность формируется, если вы изучаете этот вопрос. Насколько он миролюбив в новых условиях? Насколько он настроен на мир в регионе? Или насколько он направлен против Армении? Знаете, я давно не был в Азербайджане. Они пригласили меня туда читать лекции, но сказали, что мы не можем защищать тебя. Мы не можем гаранти your life. Обеспечивать безопасность ему, да. Я сказал, спасибо за приглашение, мне не нужно такое приглашение. Да, хорошо. Но вот то, что я боюсь. Все. Азербайджан не демократическая страна, конечно, не демократическое правительство, да. Азербайджан диктатура и очень репрессивная диктатура, да. Это клановое общество, это кладовое династическое государство и правительство. И что нужно Алиев? Ему нужен конфликт, ему нужен повод, что мобилизация народа против кого-то. И кто это кого? Кто это? Это Армян. Это Армения, да. Значит, чтобы сохранить власть в Азербайджане, Алиевское правительство, им нужны конфликты. И поэтому, даже если нет объективных конфликтов, они создают конфликты. и растут все, можно сказать, нереальные требования армян. Понимаете? Подвигают нереалистичные Да, да, да. И поэтому с Армайджаном очень трудно вот заключить мир, мне кажется. Пашинян старают это делать, и даже ему трудно, потому что даже общество думает, что это слишком много для патриотического правительства отдать, но все-таки это большая проблема, это дилемма, я не знаю по-русски, как это. Дилемма. Дилемма, да. Как же называется. Это наше слово, хорошо. Если они хотят это слово, хорошо, легче мне. Понимаете, что это очень трудные обстоятельства вот сейчас, ну что делать, я уверен, я очень рад, что я не политик, и мне не приходится вращать эти вопросы. Хорошо, спасибо вам большое за интервью. Это был Рональд Григор Сюни. До новых Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров